всем привет добро пожаловать на мой канал если вы заглянули ко мне в гости то вы получите массу позитива а поэтому сразу подписывайтесь если вы этого еще не сделали и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски впереди много интересного а еще подарите лайк этому видео и дружите со мной в комментариях все я все сказала ничего не забыла и я молодец сама себя не похвалишь никто не похвалит сегодня после обеда я выезжаю на несколько дней в кусары и мне нужно будет до отъезда поделать по дому кое-какие дела так как времени у меня немного то я готовлю обед на скорую руку и это будет баклажанная икра в самом простом ее исполнении всего из трех ингредиентов баклажанов помидоров и лука я уже подготовила овощи и нарезаю лук кубиком и отправляю его на сковороду с растительным маслом пока лук обжаривается я нарежу мелким кубиком баклажаны вы на тарелке видите достаточно большое количество овощей но не все они пойдут в блюда только половина а вторую половину я заморожу виде заготовок дело в том что когда я уезжаю из дома на несколько дней то всегда стараюсь любые овощи которые могут испортиться заморозить а потом использую их для приготовления блюд вот и сейчас я скажем так спасаю жизнь баклажанам и помидорам а ведь на самом деле я делюсь с вами еще одним способом заготовок еды впрок вот смотрите мне для икры достаточно два баклажана оставшиеся два я также нарезаю мелким кубиком складываю в контейнер и убираю в морозилку до следующего раза к обжаренному луку добавляю подготовленные баклажаны солю мешаю накрываю крышкой и оставляю тушиться а сама перехожу к помидорам я мякоть помидор буду натирать на терке вообще их можно было и про блендерить причем вместе со шкуркой но я решила что быстрее помыть потом терку в общем как то так вот смотрите половину помидор я натираю на терке и полученную массу выкладываю в контейнер и убираю в морозилку то есть что получается я по сути сделала заготовки для следующей икры помидоры для игры я тоже подготовила и пока баклажаны томятся я не буду терять времени и перемою посуду к баклажанам и луку отправляю натертые помидоры и еще где-то минут пять они томятся и уже в самом конце добавляю зелень у меня замороженная выключаю газ и оставляю на несколько минут чтобы ингредиенты подружились а пока отвечу на вопрос который появился в комментариях под прошлым видео так девочки под прошлым видео мне прилетел комментарий с комплиментом в адрес моей фольги спросили какой фирмы ну вот например вот эта фирма вот это стелла вот вот такая узорная фольга но не узорная но с рисуночком таким вот набитым сейчас покажу вам какой фольгой я еще пользуюсь не только стеллой вот смотрите я периодически беру фольгу мелочи жизни видите здесь тоже похожие рисунки беру фольгу йорк вот йорк фольга достаточно достаточно плотная я ее тоже разверну и даже пошуршанию так чтобы вы определили толщину то есть это сразу бывает понятно вот почему у меня так много фольги но потому что когда я беру пергаментную бумагу очень часто фольга прилагается как ну как презент короче вот поэтому я так получилось много фольги но это только кажется много у меня фольга достаточно быстро идет так же как и кстати пергаментная бумага вот вот это мелочи жизни и здесь нет никакой эмблемы как например на вот этой фольге да так ну вот она тоже такая видите вот красивая с узорами как по моему по моим ощущениям она чуть тоньше я вот сейчас открою так да нет и здесь есть эмблема вот тут написано мелочи жизни эмблема если я закрою а это мы уберем что вернувку лег пока в гнездо верну так а сейчас я открою йорк сразу скажу нет мне не жалко открывать не подумали что я тут так делают расточительно потому что я все равно это очень скоро буду открывать у меня это горит вот что хочу сказать по поводу йорк нет это тоже такая же она просто знаете у йорк тоже разные бывают но я уже не буду открывать вот мне все таки кажется что йорк плотнее мне кажется что да ладно не буду я это уже разворачивать хотя я ж такая я ж теперь должна добраться до нет все таки йорк плотнее вот что не говорите а йорк мне кажется это по моим ощущениям нет узора но и что да они такая красивая но и что вот знаете на даже по цвету смотрите вот она какая то вот не знаю чувствуете за эту разницу не чувствуете в общем короче обзор фольги я произвела как вы у меня спрашивали я ответила и кстати йорк бывают такие вот ажурные с рисунком и мелочи жизни и стелла все мои хорошие я ответила вам на вопрос так нарезала огурчики патрон эти которые покупала в этом нашем мини базаре короче вот компот свой допиваю вкуснющий виноградный вот икра заморская баклажанная вкуснючая и тандырный хлебушек здесь я уже щипала вчера я брала тоже его щипала короче в общем сейчас тоже поем вот мне приятного аппетита и если вы за столом вам тоже приятного аппетита ну а после обеда я приступила к наведению порядка во первых нужно убраться на кухне сначала высушиваю и разбираю по местам перемытую посуду затем помою а затем высушу и разберу посуду оставшуюся после обеда конечно про мой указываю плиту пока я тут жужжу на 15 скорости отвечу еще на один вопрос у меня в комментариях спрашивали про какой второй канал я периодически говорю начать смотрите изначально я открыла совсем другой канал но с таким же названием открыла его в мае 2016 года а первое видео выложила на канал 20 апреля двадцатого года как раз во время свежеобъявленного карантина и там у меня был совершенно разношерстный контент и готовка и уборка и поездки по кусарам и кусарским деревням но некоторые брутальные подписчики стали просить не включать кухню и быт в программу скажем так моего канала а мне эта тема очень нравится поэтому чтобы себя любимую не обижать я и открыла вот этот второй канал тоже кстати 20 апреля но уже 21 года и здесь будет полный микс и дом и работа и прогулки и путешествия на том канале видео выходит очень редко так как туда я попадаю не часто то есть кусары а на этом канале систематически будут выходить видео так как тут освещается моя жизнь а живу я в баку поэтому все мои бакинские приключения и не только кстати бакинские ссылку на мой первый канал я оставлю внизу под видео и в закрепленном комментарии так что если интересно то переходите и смотрите но все кухня чистая и блестит обхожу свой кабинет выключаю кондиционер и дальше буду собирать вещи в поездку ну в общем я собралась здесь у меня тапочки завернуты но тапочки в которых я буду там по лесу по горам лазить здесь домашней одежды одежда хотя у меня там домашней одежды полно но я просто не помню она умеетом в каком состоянии поэтому я на всякий случай еще взяла две футболки и спортивные штаны короче так здесь я что подготовила здесь у меня джинсы тоже на случай что если поеду я в брюках вот вот этих а здесь у меня короче джинсы на всякий пожарный опять-таки так как мы будем по горам по долам лазить возможно дай бог в общем так что у меня тут три футболочки джинсы запасные вот на всякий случай взяла юбку взяла кардиган кардиган не знаю понадобится или нет потому что сказали что вообще-то очень жарко но из россии по моему идет циклон там у вас я знаю дожди и ливни и так далее и там подобное короче здесь у меня две косметички здесь у меня сумка в которой с которой я гуляю если я налегке так и вот это все добро я сою собираю понимаете все что связано сейчас с моим блогерством и конечно я возьму свой незаменимый штатив вот так так как блогерство стало моей частью жизни нет что если что я сейчас сказала так как блогерство стало частью моей жизни понимаете вот ну вот это все у меня уходит туда совершенно спокойно у меня эта сумка неубиваемая очень вместительна короче вот она все выдерживает вот представьте себе вот это все нормально я так считаю на пять дней хорошо теперь это все складывать и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, ничего, доедем расчешемся Субтитры сделал DimaTorzok Эллочка, что ты нам тут наготовила такой соус? Вай-вай-вай, Элла, такие запахи У нас еще салат Готовилась? Готовилась? Ты моя хорошая, я уже вон начала наяривать, хомячить Какой запах, Светлана, сядьте, обалдеть, вообще какой запах, Эллочка, как вкусно!